Ростом с 12-летнего подростка неуклюжая, но очень активная дымка с большим интересом и трепетом тянется к сотрудникам зоопарка, которым так уж получилось обязана жизнью. Родилась дымка 6 марта, но первые пару дней не могла встать на ноги, а это в дикой природе практически приговор. В таком случае мама от слабого детеныша отказывается. В зоопарке случилось то же самое. И специалистам пришлось перевести животное на искусственное вскармливание. Окрепнуть верблюжонку помогло коровьим молоком по 6 литров в сутки. Очень активная, очень общительная. В дальнейшем, я надеюсь, она все-таки будет абсолютно ручная. Мы будем сейчас ее приручать, возможно, к недоустку, для того, чтобы можно было животное, допустим, вывезти на улицу. Дымка и верблюжонка назвали ростовчане голосованием по предложенным вариантам. Обязательными условиями по законам зоопарка была первая буква имени в этом году – «Д». И, судя по окрасу девочки, имя ей вполне подходит. Кстати, сейчас она больше похожа на отца 9-летнего шакита – таким же густым белым чубом. Взрослой верблюжей шерстью она обрастет где-то через полтора года. Она станет более такой рыжебурой окраской, как у обычного верблюда. Это сейчас вот этот серый цвет, это потому что она малышка, пока что это пушок еще такой вот. Да, дальнейшая линька изменит окраску. Тогда же подружший верблюжонок перейдет на грубую пищу – траву, сено, овощи, фрукты и зерновые. Дымка уже второй ребенок в семье. Полутора годовалый Вениамин в январе переехал в Москву. В Центр размножения редких животных знакомится с новой подружкой из Пензы. А дымку, говорят, зоопарки отдавать никуда не будут.